Главное, Лайтнинг, там все таки виситкомно описано? Пересонит сон, потом что пересонит сон, а сонит пересон, потом что сонит пересон, да? Знаком. Самое дело, что понимаете, во-первых, даже сон каббала, это неправильное произношение каббала, за каббализм, раб. То есть это система, как превратить всех остальных рабов. И поверьте, изначально ее создавали как инструмент для порабощения людей. Изначально, поверьте. Понимаете, скажем так, многие вещи трудно подтвердить, потому что, так сказать, в таком плане, если скажу, что мы успокоимся в месяц в прошлое, выяснить все это исканально самому, то вы мне не поверите, правильно? Надо что-то сказать, а я хочу пощупать. Притащить с прошлого что-то я вам не смогу. Я могу, те, кто более-менее подготовлен, самих туда запустить, это было, это реально и так далее. Но, опять-таки, кто-то скажет, а вот Ахдец скажет, что это не вы сами вложили в программу и так далее. Можно найти любое объяснение. Но, поверьте, что та система, которая существует в каббале, именно социальные паразиты, именно достигли того положения, вложениях в нашей семье, именно благодаря, что они используют на всю катушку, именно этот каббал. А где-то давайте посмотрим несколько друг угла. Вот те же, посреди восточных движений, да, сизма, буддизма и так далее, которые хотят достичь просветления, что они делают? Удаляются горы, дикие места, где становятся отшеленькими, и начинают достигать просветлений, да? Да, это... Нет, то, что самый верхний, высокий уровень, просветлений, нет. Мы с ними столкались, а мне приходилось столкнуться с высоким уровнем. Я не думаю, что там все плохо, ничего подобного не говорят. Но, просто, опять-таки, если посмотрим, чего они достигли при таком положении вещей. По крайней мере, Тибет, который был центром духовного Востока, да, превратился полностью, был захвачен купиром Китая. Вы это знаете, да? И все. И что они сделали? Их резали, как баранов. И они это позволяли делать. Я не считаю, что это правильный подход. Понимаете, когда там уже сам Индий есть, вот я не имею права вмешиваться до тех пор, пока я достигну, не достигну высшего понимания. Извините, с того опыта, который я знаю, я не говорю, что я знаю все, но то, что опыта я имею, вовско-свещи. Человек двигается вперед тогда, когда он действует. То есть, через действие, когда мы действуем, и зависит от того, как мы действуем, положительное или отрицательное для нас самих, у нас это движение или вперед, или назад. Во время действия мы меняемся. А если мы сидим и ждем в море погоды, то никогда действие не будет, когда, допустим, Шри Робинда, некоторым известным йогом, очень высокого посвящения, создал интегральную йогу. Суть, которая исходит в двух словах, в нескольких словах, что, так сказать, для того, чтобы... Ты должен быть готов к тому, когда просвещение придет к тебе. Это суть. Сиди, ждите. Пожалуйста, никто не думает, что такого не может быть. А вот нравится, пускай сидят ждут. Мне, например, не нравится. Я считаю, что нужно действовать. Нужно действовать. И только через действие человек сможет достичь чего-то. Сидя и занимаясь самосерцанием и самоедством, человек никогда ничего не достигнет. Какими благими намерениями он это не говорил. Если вы столкнетесь, по сути, с высшими иерархиями восточных представлений, именно высшими, то они вам сообщат в реальности, что и как, откуда у них пришло то, что они несут. И то, что они несут, уже искажено, пропущено через их представление и мало сохранено из того, что на самом деле было. Поэтому, понимаете, я предпочитаю всегда работать с первоисточником, а не с испорченным телефоном в главных вариантах. Поэтому то, что восточные учения возникли, вот я немножко затронул, есть даже, можно слышать такое понятие императора, желтого императора Китая Хуан Ди. Слышали такое, да? А мало знает, почему он взял себе такое имя Хуан Ди. Знаете почему? В наших предметах вы рассказываете. Да, я рассказываю кому-то. Так вот, объясню. Дело в том, что, чтобы изменить понимание происходящее истории, потому что по легенду, по существу Китая, которую пока еще никто не отрицал, те знания, представления и умения, которые Китай имеет, им передали белые люди, точнее, один человек, который прилетел на летающий талет, скажем так, в то время на огненном драконе, прилетел, как они называют разным образом, и научил их всему. Его звали Хуан Ди. Хуан Ди, это китайцы называли, если вы предпочитаете, Гумилева, других историков, китайцы не могли произвести самоназвание того племени, которое живущее именно в этой тройде, это племя русов, которые китайцы не могли называть, они называли себя Диннинами, но китайцы слово Диннин произнести не могли, для них это сложное произношение, они произносили племена Ди. Вот по истории посмотрите, вот этот человек, белый человек прилетел к ним, дал им знания, научил их, потому что желтая раса была принята нашими предками, здесь как беженцы других планет, и они пришли помочь им освоить и так далее. И вот это знание потом было искажено много раз, так же, как и в Индил было искажено. И потом, даже вот император, его зовут настоящее имя, чтобы ввести путаницу, чтобы изменить на лицо, взял себе имя Хуан Ди. Чтобы якобы, что это не тот, и он, между прочим, взял, уничтожил, первую иронику, которую мы передали, уничтожил, изменил их, а все данные предыдущие к ним были уничтожены. И так далее, и так далее. И вот это источники, вот те представления, которые сейчас гасисты, буддисты и так далее несут в себя. Гасисты, вот те, которые столкнутся, они нам говорят, что сначала общение было где-то на севере Европы, где-то вот в этом, потом оно пришло в Индии, потом из Индии пришло в Китай. Только не с севера Европы, потому что Европа, когда понимаете, Европа тогда была по которой даме, и с северой Европой прийти-то никак не могло. Пришло с севера, а север в Индию и Китай является Сибирь. И Сибирь пришла. Так не в этом и дело. Просто поймите следующее, что многие учения, которые уже выродились, по сути, по причине, что Дарасис принес тому народу, тому народу, который исповедствует религию. Что? Философия. Философия. А что это то? Что? Они живут хорошо? Они достигли массовыми людей, достигли какого-то процветания, процветления и так далее? Нет. Они нищие, рабы и так далее. И только некоторые, которые уходят, отрешаются от мира, превращаются просто в самоизолирующийся социум. То есть они, в принципе, отрешаются от всего и вся. И мне на лампочке все остальные, вот я зову на своем собственном развитии, а у нас остальные пускай как братцы, как хотят. Я такой философии не принимаю. Ловушки, естественно. Ловушки. Я лично такой философии не принимаю. Кому-то нравится. Это дело свободное. Хорошо. Кто-нибудь еще этим спрашивает? Пожалуйста. Очень приятно. Вы слышите по поводу той информации, которая говорит, что в 2012-2014 годах это окончание типа циклов, переходные после? Нет, это я не так говорю. Спасибо.